Всем привет! С вами Информ ТВ. В жизни артистов порой происходят поразительные совпадения. Когда-то в городе Ленинград проживал актер Леонид Неведомский. Он множество раз поднимался на подмостке знаменитого театра БДТ, а количество его ролей в кино доходило до сотни. Он обладал большим обаянием, хоть и не имел наружности ни героя-любовника, ни злодея. При этом это не помешало ему сыграть одновременно мужа двух абсолютно разных, но очень талантливых актрис и не обыкновенных, а настоящих суперзвезд. Причем одна из них была из голливудских холмов, а вторая из СССР. В фильме «Мачеха» 1973 года Олега Бондарева актер воплотил супруга героини Татьяны Дорониной. Это был пик знаменитости актрисы. В 1968 году вышли такие фильмы, как «Еще раз про любовь» и «Три тополи на плющихе», которые принесли ей настоящую славу. В те времена Татьяна была одной из самых известных звезд советского кинематографа. А в 1976 году на студии Ленфильм был снят совместный советско-американский фильм «Сказка. Синяя птица». Трудно даже передать, какой это было настоящей сенсацией. Совместные работы тогда практически отсутствовали. В качестве режиссера выступал Джордж Кьюкер. На роли в фильме были выбраны лучшие актеры из обеих стран. Чего только стоят такие имена, как Элизабет Тейлор, Ава Гарднер, Джейн Фанда, Роберт Морли и Ричард Пирсон. Представители СССР тоже были более чем известны. Георгий Витцин, Олег Попов, Маргарита Терехова, Игорь Дмитриев и многие другие. Для воплощения на экране «Синей птицы» пригласили непревзойденную балерину Надежду Павлову. В фильме присутствовало много сцен с танцами, которые ставил Леонид Якобсен. Фею и мать ребят в картине сыграла одна из наиболее известных актрис в мире, признанная красоткой Элизабет Тейлор. А вот в качестве ее мужа был приглашен Леонид Неведомский. Среди всего звездного актерского состава на эту роль был выбран именно он. Как ему это удалось? Ответит трудно. Возможно, это был просто его звездный час. Но одно остается неоспоримым. Актер сыграл самой Элизабет Тейлор. Но на этом актерская карьера Неведомского не закончилась. Леонид сыграл более чем в 40 спектаклях на сцене Левенградского театра. Актер получил премию «Золотой софит» за свою работу в пьесе «Обломов». А как вам кажется, какая из жен была красивее – Доронина или Тейлор? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!